Всем привет дорогие друзья! Ну что ж, заканчивается у нас неделя. Инвестиции в серебро наши немножко работают. Курс серебра очень неплохо дорожает. И когда дорожает курс серебра, то золото относительно серебра всегда падает. Вот идет падение. Да, конечно, это у нас график за три месяца. Нам еще далеко хотя бы до 70, тем более до 66. Однако, если мы посмотрим, какой курс был в этот момент серебра к доллару, то вы поймете, что происходит. Видите, вот когда серебро и золото дорожает к доллару, то серебро к золоту дорожает также. Вот сейчас у нас рывок 24,7. Связано это, скорее всего, с тем, что вышли отчеты по безработице США. Доллар, наверное, из-за этого теряет какие-то позиции. И поэтому серебро дорожает. Вот мы закрываем неделю. Если мы посмотрим за пять дней, очень неплохим ростом. Посмотрите, как это красиво выглядит. В принципе, меня это очень устраивает. И нас тоже это всех устраивает, кто инвестирует в серебряные монетки. Вот наши красавицы. Уже приятно держать рядом нового образца. Это инвестиционная монета Украины. 30 лет независимости. Тоже шикарная инвестиция. У нее уже сходу рост двойной. Еще из-за коллекционной стоимости. Ну, я это уже говорил. Вы, в принципе, это знаете. Также вот американский орел обновленный. И тоже в этом году, получается, вышло две монеты. 21-го года существует два орла американских. Шагающая свобода. Вернее, не шагающая свобода, а американский орел. Да. Вот. Ну, это как бы статуя свободы символизируется. Либерти, типа свобода. А шагающая свобода – это либертат мексиканская. Ну, смысл, в принципе, тот же. Они рядом, две страны. И поэтому у них схожая культура на деньгах. Вот. А это дракон Австралии. Шикарная монета. Четвертая монета в серии уже. Тоже красиво. Ну, как-то, если честно, сильно наляписто. То есть, надо было какой-то контур сделать вокруг дракона. Потому что сам дракон из-за этого пруфа, он очень сливается. Его тяжело разглядеть. Надо внимательно всматриваться, чтобы увидеть морду дракона. На самом деле, не такая уж и простая монета. То есть, достаточно много сложных элементов. Посмотрите. Мат с матовым по-разному. Видите, сделан. То есть, более матовое поле, более глянцевое и зеркальное поле. И все это вперемешечку. И оно, знаете, глаз как сливается, замыливается. И сложно разглядеть морду дракона. Ну, надо специально именно всматриваться, чтобы это увидеть. Чешуя, конечно, замечательная вообще. Передача информации. Но Австралия, как всегда, на высоте. А здесь пруф, все просто. Тоже качественно, как всегда. Шикарная монета. Вот, короче, инвестиции работают. Меня это радует. Но, что меня не радует. Недвижимость очень сильно начала дорожать в Украине. На 200 долларов квадратный метр резко прыгнул у нас в Одессе на цены на недвижимость. Я сегодня с риэлтором знакомым общался. Ну, я всегда стараюсь выяснить, что с недвиги происходит. Мне просто интересно. И стоимость возросла неплохо. Но, при всем этом, дорогие друзья, хочу я заметить одну динамику. Имперские старые серебряные монеты. Вот такие вот. Тоже очень сильно подорожали в цене. Очень сильно подорожали в цене монеты. Это, конечно, просто шокирует и удивляет. Вот. Или даже советские рубли. Они в цене просто нереально подорожали. Поэтому, у кого нет таких монет, я настоятельно рекомендую успеть поискать подешевле, если есть возможность, купить себе хотя бы в коллекцию или проинвестировать. Потому что завтра будет еще дороже. С чем это связано? С чем связано дорожание цен на имперские монеты? То есть, допустим, инвестиционные, они привязаны к металлу. Металл дорожает, монеты дорожают. Естественно, металл дешевеет, монеты немножко, ну, как минимум, останавливаются старые. Но вновь прибывшие заходят дешевле. Там уже другая история. То есть, инвестиция в физический металл, это рискованная, это очень рискованная инвестиция. Поэтому нужно правильно инвестировать. Нужно очень внимательно отслеживать рынок, что людям интересно, в то и вкладывать деньги. Но покупать на старте, продавать уже на выходе, когда уже достигается пиковая цена. Иначе можно купить на пиковой цене, а дороже продать придется долго ждать, когда вырастет серебро. А здесь ситуация в старинных монетах серебряных, ну, вы сами прекрасно уже знаете, кто давно подписан на мой канал, гораздо интереснее. Потому что эти монеты, они постоянно только дорожают. Однако скорость роста бывает разная. В этом году, как никогда, очень сильно быстро, прямо быстро дорожают монеты. Вот полтиннички, например, 12-13 года. Я не раз говорил, это одна из лучших инвестиций. Данные монеты тоже непрерывно дорожают. Чем лучше состояние, тем, конечно, еще быстрее дорожает монета. В более проще состояние, менее быстрее дорожает монета. Но рост все равно присутствует, потому что выбиваются позиции, люди выкупают, выкупают количеством. Монета красивая, в коллекцию то, что надо. В чем прелесть данной монеты? Это обиходная монета, это то, что люди в карманах носили, в кошельках. И, соответственно, плюс серебро, плюс время, то есть количество лет данной монеты. И плюс состояние. То есть очень много факторов, которые влияют на рост стоимости. Чем лучше состояние, тем дороже постоянно начинает стоить такая монета. Например, полтинник, вот такие 50 копеек, 12-13 года. В суперидеальном состоянии цена улетела уже за 4 тысячи гривен. Более проще, выше 2 тысячи. И погнали там 2, 3 и выше, короче, даже тоже есть. Вот, поэтому следить надо за такими монетками. Покупать рубли те же. У меня сейчас грандиозная проблема. Хочу сделать некую продажу монет, а не могу красиво сфотографировать монету. Представляете? Не знаю, как так произошло, но я столкнулся с тем, что у меня идут очень плохие фотографии. А залог успеха хорошей продажи это качественная фотография. Не будет качественной фотографии, вы не продадите свои инвестиции. Это надо понимать. Завтра я даже, или там на днях, короче, ко мне даже придет друг фотограф, буду с ним тренироваться и пытаться понять, что вообще не так я делаю. Потому что это для меня серьезная проблема. Я сегодня не снял ни одного видео. Я целый день делал фотографию одной монеты. И нихера у меня не получилось. Я так разнервничался, что пошел и лег спать. Кошмар. Вот настолько бывают нервы на пределе, что классная монета, а ты не можешь ее сфотографировать. И хоть ты, блин, хоть с бубном танцуй, хоть как что хочешь делай, не получается и все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Следим за инвестициями. Новости хорошие. Курс серебра подорожал. Старинные монеты подорожали. Круто.